В Великом Новгороде журналистам сегодня показали фрагменты уникальных фресок, которые были написаны в начале 12 века, еще до монгольского нашествия. Их обнаружили в Рюриковом городище при раскопках церкви Благовещения, самой древней на территории современной России. Репортаж Алексея Зотова. Сквозь пыль веков, через чуткие женские руки здесь прошел уже не один кубометр грунта. Археологи пробиваются туда, где зарождалось русское искусство. В основании церкви 12 века. И все бы хорошо, если бы прямо на нем не стоял храм века 14. Нужно быть очень аккуратным, чтобы не падали какие-то важные кусты. Например, если мы весь фундамент разберем, стена упадет. Вот так два храма пересекаются в пространстве. Правда о том, что там внизу есть еще один огромный, построенный в 1103 году Мстиславом Великим, ученые долгое время знали лишь из летописей. Вот мы стоим на полу 14 века, и небольшой участок внутри церкви мы вынули с тем, чтобы обнажить поверхность 12 века. Вот те, кто там работает, стоят на полу 12 века. Но главное, это даже не древний фундамент, а буквально россыпи по-настоящему бесценных фресок. Ведь по сути, это был первый расписанный храм на территории современной России. Вот здесь довольно большой слой, неплохо сохранившийся фресок. Здесь какая-то полосочка. Потом все это можно будет собрать, восстановить рисунок. А это один из самых больших фрагментов древнейших фресок. И что интересно, сохранился он не в виде осколков, а прямо на стене. Правда, пока понять, что это, часть какой-то сложной росписи или просто фон, очень сложно. Самые ценные части фресок приоткрывают лишь на пару минут, чтобы не потускнели краски. Отлично сохранившиеся в сырой земле за 700 лет. Верх головы, перевязанный платком с такими несколько небрежными волосами. И начало лба. Это почти наверняка изображение ангелы. Видите такие насыщенные фрагменты, которые сохранили краски, они еще не просохли. Фрагменты, которые можно очень-очень осторожно атрибутировать, как фрагменты кольчуги или какой-то чешуги. Даже самый древний каменный собор России, Новгородская София, он отлично виден с места раскопок Рюрикова городища, был расписан после найденной церкви. И не исключено, что уже местными учениками тех художников, чьи фрески раскопали. На Рюриковом городище это, конечно, были мастера, которые пришли, видимо, из Киева. Но это уже следующий этап. Это мастера, которые, видимо, уже сложились здесь на местной почве. Возможно, новгородские живописцы. Сам древний храм, скорее всего, выглядел точно так же, как и его младший брат, построенный на другом берегу реки Волхов через несколько лет и сохранившийся. Вот уж действительно место силы. С одной стороны, древний торговый путь, с другой, высокий, защищенный и обжитой холм. Поэтому неудивительно, что именно здесь с дружиной и поселился летописный Рюрик, положив начало княжеской династии Рюриковичей, которая семь с половиной столетий управляла русскими землями. Несколько веков это место в двух километрах от новгородского Кремля было личной резиденцией русских князей, как доказывают раскопки буквально одержимых идеей построить мощное государство со своей культурой. Для этих людей не существует, для Мстислава, его сына Всеволода, не существует расстояния. Тащат этих мастеров, которые громоздят, находят здесь материалы, начинают делать эти гигантские, надо сказать, постройки. Начинается внутренняя колонизация, внутреннее какое-то оккультуривание огромной, совершенно какой-то неподъемной страны. И мы вдруг видим эти следы. Первыми в России фресками уже занимаются реставраторы. А в следующем году археологи продолжат раскопки внутри собора и заранее готовят к историческим сенсациям. Алексей Зотов, Вячеслав Черешко, Никита Севастьянов, Виктор Аверин, Мария Емельянова. Первый канал. Великий Новгород.